Среди постоянной напряженности, дозвольте себе тайм-аут и дай спорту себе поддержать. Отримай шанс на бонус по 10 тысяч гривень. Від Каббек! Здравствуйте, друзья. Мэр Орска. Перед наводнением вывез свою семью в Дубай. Знакомьтесь, это мэр Орска Василий Казупица. Обычный такой мэр. Единоросс, естественно, выходец из ФСБ. Пиджачок, вот у него галстук, в трамвае сфотографировался, как будто хоть раз на работу на нём реально ездил. Месяц назад сын мэра Николай Казупица обезопасил себя и свою семью от весенних паводков очень действенным способом. Он приобрёл квартиру и переехал в Дубай. Пострадавшие жители Орска, которые всю жизнь платили налоги, переехали в пункты временного размещения. Проще говоря, в старый школьный спортзал. А сын мэра, который ничего никому не платил, переехал в элитные апартаменты. В Дубай. Не перепутай. Его новенькие апартаменты располагаются в жилом комплексе Бенгатти-Нова. 91-метровая квартира в новеньком элитном жилом комплексе с бассейном и тренажёрным залом должна была обойтись Казупицам-младшим где-то в 33 миллиона рублей. Сыну мэра квартиру за 33 миллиона рублей. А пострадавшим по 20 тысяч рублей компенсации. Проголосовать за Единую Россию потом не забудьте. Спасибо большое Казупицам за подробные доклады переезда. Вот коробки, вот документы, вот отчёт о поездке. Вот дом, вот документы, вот наша прекрасная улица. Тут мы живём. А вот сам Николай Казупица на каком-то пикнике рядом со своей виллой. Сын мэра машет рукой пострадавшим. Говорит, вы держитесь. Вам хорошего настроения. Самое главное – это здоровье. Денег сейчас нет, надо немножечко потерпеть. Ну, потерпите немножко. Найдём деньги сразу же. Купим себе вторую квартиру в Дубае. Или вот другой снимок. Отмечают с семьёй старый Новый год. Внуки Орского единоросса Казупица уже ходят в местные детсады и школы, где обучаются по британской системе. Мэр Орска, Василий Казупица. Вечером вместе с заместителем ещё раз осмотрел дамбу и отправил свою семью в Дубай. Ну, может, по 20 тысяч дадут нам. Ну, если бы дали мне 5 миллионов, я согласился бы. Хотя оно мне стоит, дача, наверное, миллионов 20. Наши руководители очень высокомерные. С народом разговаривают, знаете, очень высокомерно. Тот же Паслер, тот же Салмин. Народ молчит, народ терпит. Поэтому с народом так высокомерно и разговаривают. А с гуманитарной помощи рассчитываете на какие-то компенсации? Нет, я пока про это даже не думаю. Помощи нам не будет. Рассчитываете вообще на что? Нет, не на что. В путинской России рассчитывать можно только на себя. На указатель здания администрации и на вилы. Никакой нам не будет ни помощи, ничего. Не рассчитывайте на то, что будут помогать. Давайте посмотрим в правую сторону. Как они все стоят и просто вот что-то обсуждают. Не пойми, что ли. И это длится уже часов пять. Поэтому, как вы думаете, что нам будет? Какая нам помощь будет? Нет, они элементарно там ничего не смогли сделать. Когда уже вода пошла на красную. Можно было как-то предотвратить происходящее, на ваш взгляд? Конечно. Заблаговременно просто обратить внимание на все то, что присылали. Даже в интернете люди говорили. Если бы предупредили наши власти, что вода поднимется на уровень 11-10 метров, люди бы свое имущество спасли. Этого не было сделано. Вот это, за это их наказать надо. В Нижнем Новгороде увековечили парту, за которой во время визита посидел Путин. А в самом деле, зачем строить фабрики, заводы, школы, больницы, детские сады? Если можно просто приехать, посидеть за партой. И тебя за это увековечат. Это нормально, братан. Как ремонтируют, так и чистят. В Мурманской области продается полицейский участок. За 2,3 миллиона рублей. Просто на штрафах за отсутствие маски денег больше не заработать. А за другие нарушения старый мент выписывать протоколы так и не научился. Вот Путин обещал Крым сделать жемчужиной. Россия, вот уже ковры постелены. Скоро у нас будет тут как в Дубае. Вот это я понимаю успех. Какая власть? Такие ценности в обществе. Судебным приставам раздадут оружие и разрешат стрелять. Потому что... А потому что не надо было народ доводить. Вот почему. Белгород. Третий год уже берут Киев за три дня. Реклама бронежилетов на билборде. Вот так выглядел Израиль. До того, как Иран обстрелял его с помощью нескольких сотен ракет и шахедов. А вот так Израиль выглядит после атаки. Как-то молча все сбили. Без криков про самое не имеющее аналогов нет ПВО. Про уровень современного вооружения 87%. Про то, что все остальные страны нам завидуют. Просто взяли все молча и сбили. И на Тиньяху никуда не сбежал. Да, это не в каске 41-го года ходить. Богу молиться. Под маскировочной сеткой. А вот это иранцы радуются обстрелу Израиля. Видео снято вчера. Ровно за неделю до того, как эти самые люди будут сидеть плакать над своими уничтоженными домами. Со словами «А нас-то за что?» Израилю скорейшей победы. Китай спрогнозировал военное поражение Путина. Это произойдет из-за четырех причин. Высокий уровень сопротивления в СУ. Международная поддержка Украины. Невозможность России производить современное высокоэффективное вооружение и изоляцию Путина, которому боятся говорить правду о реальном положении дел на войне. Нейросеть помогает Шойгу. Все объясните. Давайте поговорим на чистоту. Если США дадут украинцам всего-навсего 1% батарей ПВО Патриот, а это каких-то 25 штук, 2% самолетов F-16, то есть почти 100 штук, и 3% танков Абрамс, а это целых 300 штук, то у нас такое веселье начнется, что я хуй его знает, где мы столько черных пакетов возьмем. А если им дадут хотя бы 2% истребителей F-35, то нам в воздухе не то, что нечего будет ловить, они этот воздух приватизируют. Ну а если к Патриотам добавят еще на тестирование британскую лазерную пушку Dragonfire, то от наших аналоговнетных ракет даже с... пепла в воздухе не останется. В довесок еще сотню ракет Атакамс на 600 километров, и весь наш тыл и резервы просто в труху разнесут. Ну реально, просто в... Так что когда мы говорим, что воюем против НАТО, то упаси боженько, чтобы украинцам дали хотя бы 1% того, что реально есть у НАТО. Не тот хлам, который им спихивали все это время. Потому что если дадут больше, то нам, ребятки, просто... Вернем им все территории, и Белгород с Кубанью поверх накинем, лишь бы, б***ь, Москву не забрали. Вот. Может же объяснить, если захочет. Продолжение следует...